Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и сегодня я буду играть в игру Теккен 7. Буду проходить основную сюжетную линию. Ну что же, поехали! Все началось. И еще тогда... Участь нашей семьи сражаться и предавать друг друга, это у нас в крови. Мой милый Хейхати, однажды развяжет страшную войну, которая поглубит тысячи жизней. Ты ее знаешь? Ты кто такой? Тот, чьим кулакам нет равных? Все уже началось. И никто не в силах это остановить. Ты убил мою мать. Взгляни свою смерть в лицо. Конец. К твоим амбициям. В бою важно... Кто останется на ногах? Больше ничто. Разберемся раз и навсегда. Пролог. Знаки судьбы. Помню, несколько лет назад, мне пришло письмо от сына. Там было накорябано. Я люблю тебя. Я расплакался от счастья. Тогда я верил, что кроме любви человеку, ничего не нужно. Уже несколько лет, я изучаю историю отношения неких отца и сына. И однажды мне попало в руки первое письмо, написанное сыном отцу. В нем говорилось. Отец, настанет день, и я уничтожу тебя. Несколько десятилетий назад. Опа-на, нормально. Ты убил мою мать. Так, ребята, тут уже я дерусь. Настырный глупец. Чтобы с легкостью провести любой из четырех приемов при прохождении основного сюжета, нажмите кнопку удара рукой или ногой, удерживая кнопку помощи по сюжету по умолчанию ЛБ. Ага, вот, вижу, вижу кнопочки. Сосунок! Я тебя сейчас устрою, блин, сосунок. Хихати. А мы играем Казуя еще молодым. Ух ты, как я мог. Попробуй в следующей жизни. Сбросить Кадзую. А если я не хочу? Выбора не было. Продолжение следует... 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 Я бы сказал разваленный, но не нашел никаких признаков жизни. Атаки корпорации G участились. Наш глава пропал, нам нужно пересмотреть планы. Кто здесь? Вы чем занимаетесь? Поймайте его! Ничего поручить нельзя. Хм, значит вот как. Я ожидал более теплого приема. Ну а теперь, ребята, мой выход. Зря тратишь время. Понеслась, родная. Иди сюда, солдатик. Так, ребята, я в текине сразу скажу не ас в плане драки. Так что не обессудьте. Буду драться стандартными ударами, каким только смогу. Ну если вдруг я что-то найду, какой-нибудь суперудар, то это будет хорошо. Так, ага, одного мы сделали. Тут еще следующий у нас появился. Ну давай, 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 иди сюда. Соплежу. Сейчас я тебе по щам-то надаю. Отлично. Так, еще один выпал. На-ка! Выкуси, как говорится. Так, нормуль. Все, пока у нас ребята под контролем. Ха-ха-ха. На. Хоп, свернули шею. А ты-то че, смотри-ка, а? Мелкий сопляк. Ха-ха-ха. Давай, иди сюда. Че там ныкаешься, а? Вот так, отлично. Я б даже сказал, шикандос был. Давай шею ему свернем. Отличненько. Зергуд, как говорится. Вау. На-ка. Нормуль, да, я его так припечатал. Ох ты, смотри, че. Я думал, что у вас это покалка, а вы, оказывается, стреляете ими. Все, шикарно, забомбил. Неплохо. Следующий. Нина. Нина. Что тебе нужно, хей-хати, Масима? А как ты думаешь, я пришел вернуть себе заебаться в Мисима? Ну что, ребята, опять мой выход. Будем долбить Нину. А вот стервоза, а, мелкая. Ух ты, ничего себе. Так, давай, 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 хей-хачи. Не подводи меня. Ёлки-палки, у меня будет какой-нибудь суперудар, а? Какий... Какой захват может быть, а? Хотя, почему бы и нет, а? Смотри-ка у них... Блин. Ну давай, давай, попади под удар мой. О, во-во-во, нормуль. Отлично. Мне понравилось. Нина, тебе как. Ух ты, смотри. Оп, очки. Опа, бля. Ничего себе дает, девчуля. А как тебе так? Я думаю, тебе понравилось. Эх, ты смотри, у него какая-то блокировка хитрая. Ну давай, 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 давай. Чертовка мелкая, а? Да что ты будешь делать? Ух ты, блин. Да дай хоть встать. Я еще... Придавил одно место, блин. Так, ребята. Ага, все. Первый бой закончил. Рейдж-арт. Проводить различные рейдж-арты. Также можно нажать кнопку РБ. Это и было арт-эйдж. Замечательный просто. Так, ладно, не расслабляемся, ребят. Шутки в сторону. Хорош, Нина, успокойся, родная. Я пришел лишь вернуть себе дзебатсу Мисима. Я же уже говорил. Ты смотри, что делает, а? Все на залу. Ух ты. Вот паскудка мелкая, а? Ну, ты меня взбесила. Так, ты что такое? На-ка, получила пяткой по лжбану. Вот так вот. Теперь... Ох, шикарненько. Добиваем, добиваем ее. Хехачи, давай, не тупи. Да что ты творишь? О! Отлично, ребята. Ну, шпагат-то умня, будь здоров. Поскольку дзин пропал, только я могу вернуть заебатсу в былое величие. Теперь ты на меня работаешь, и у меня есть для тебя задание. Приветствую, дамы и господа. Сколько же времени прошло. Как вы думаете, почему вы меня сейчас видите? Все верно. Дзейбатсу Мисима снова в руках своего законного владельца. И вы знаете, что это значит. Услышьте меня, бойцы, со всего мира. Турнир «Король железного кулака» возвращается. Разрешите доложить? Хэйхати Мисима только что знаю. Хм. Я знал, что ты жив. Хэйхати. Зачем тебе понадобился турнир именно сейчас? Объясню все позже. А пока делай, как я говорю, и занимайся подготовкой. Ждать осталось совсем недолго. Я оказался в дешевом отеле. Глава 2. Пламя мести. По всем каналам рассказывали об ужасах войны. Новость о возвращении Хэйхати в Дзейбатсу Мисима разлетелась по всему миру. А объявления о турнире «Король железного кулака» крутили в эфире круглосуточно. Но все это не имело для меня значения. Я сидел в своей унылой комнатушке и бездумно смотрел на Луну. Пытаясь найти луч надежды. Я перестал понимать, что такое зло. Кто сжег мой город? Зайбатсу Мисима? Или корпорация «Джи»? Разве разберешь в хаосе, который принесла с собой эта война? Лучом надежды во тьме стал коллега-репортер, неожиданно пришедший, с предложением вывести корпорацию «Джи» на чистую воду. Корпорация «Джи» воевала с Зайбатсу Мисима. И общественность была на ее стороне. Люди считали, что Зайбатсу развязал войну. Поэтому в корпорации «Джи» они видели своего спасителя. Однако коллега-репортер пришел ко мне в отель и, едва скрывая волнение, показал мне фотографию. Я увидел истинное лицо всеми любимой корпорации «Джи». Это изображение пролило свет на то, что случилось несколько месяцев назад. После турнира «Король железного кулака-4». Кто там? Походу, ребята, опять мой выход. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. О-о-о, смотри-ка. Ну-ка, выкуси. Кто ты? «Джек-4». Ёлки-ты-палки. Нифига ты, ты не припухли, браток. На-ка, выкуси. Нормуль. Да ты заколебал уже своими вот этими вот дурацкими ударами, блин. Напоминает мне чем-то деревенскую мельницу. Вот так вот. Вот собака. Пляшивая, а. Смотри, что чудит, блин. Так, Казуя, ты мне еще тут проиграй. Кстати, ребята, вот в эту часть я играл еще на ПСПшке. Четвертую. На. Иди сюда ко мне. Сейчас опять с вами. Какой-то у него маленький выбор ударов. О-о-о-о, тихо, тихо. Да что такое? Я же вроде в блоке стоял. О. Нормуль. Отлично. Так, давай, следующий. Хорош там прикрываться. Ух, неплохо я ему прописал сейчас. Летун черта. Ну, как вы помните, ребята, в игре будет оригинальный джек. Я не помню, как его звать, но не, по-моему, не четыре все-таки. Это другая модель. Вау. Добил я все-таки их. Что дальше? Думать вам удастся убить меня, корпорация G. Неужели я сейчас буду за хей-хачи играть, а? Нет, походу, дело. Ха-ха-ха. Вау, нормуль. Понеслась, как говорится. Да нет, ребята, буду. Буду и играю. Так, давай-ка. Пропишем, как говорится, щей. Да что ты там прикрываешься, а? Что ты тут мне тут растопырку делаешь, а? Белый панк. Вот, вот это хорошо сейчас было. Блин, знать бы еще удары. Ну, честно говоря, ребят, там такие комбинации кнопок надо делать, чтобы уму непостижимо. Помимо комбинации кнопок нужно еще успевать там влево-вправо-вниз-вверх наискосок. Короче, жесть. Поэтому дерусь пока просто примитивными ударами. Вот так вот, хорошо. Причесочку немножко подпортили. Так, отлично. Сколько вас тут будет, гадов? Еще один летит. Ха-ха-ха. Прома. Ух ты. Что? Оба-на. Как он меня припечатал? Ладно. А я? Вот так вот. Жалко, ты не чувствуешь боли, гад. Так бы, наверное, было прекрасно. Оу. Все, вроде бы добил. Все? Все. Будь ты проклят, Кадзуя. Что? Ну, в принципе, и все. Вы за это еще ответите. Все началось со взрыва в особняке семьи Миссима. Глава 3. Стрелки Сириуса. Тогда СМИ сообщили, что это был несчастный случай, но когда начали всплывать подробности, верить в эту версию стало намного сложнее. После взрыва стало известно о смерти нескольких человек из руководства корпорации G. Газеты назвали это совпадением, чередой трагических происшествий. Но правда была куда более зловещей. На самом деле, корпорация G попыталась избавиться от одного из своих, но не преуспела. И тот, кого они не сумели убрать, решил отомстить. Выжившего звали Кадзуя Миссима. Через посредников уничтожив всех, кто желал его смерти. Миссима начал негласно управлять корпорацией G. Стрелки Сириуса. Тут написано, они базируются в Италии. Общество экзорцистов, сыгравшее значительную роль в истории Европы. Что ты задумал на этот раз? Джин использовал дзайбатсу, чтобы заварить эту кашу. Если он хочет захватить мир, одна победа над Кадзуей ему ничего не даст. Кроме того, ему понадобится общественная поддержка. Ты что, хочешь воспользоваться подпольными связами этой организации? Когда людям станет известно, что корпорация G управляет дьяволом во плоти, я буду выглядеть человечно. Я буду носителем истины. А турнир идеально подходит, чтобы сообщить миру об этом. Мы почти на месте. Нападать на их штаб из-за того, что они не отвечают на твои звонки очень дебуломатично. Естественно, если сразу не получаешь нужный ответ, надо его выбить. Ах, вот значит как. Эти игрушки не причинят мне вреда. Только посмотрите, кто приехал. Значит, слухи о тебе были правдой, Хейхати. Это ты, Клаудио, сильнейший экзорцист мира. Я не изменю свое решение. Особенно из стрелков Сириуса в том, что за свою долгую историю мы сумели сохранить независимость. Мы не собираемся оказываться от нее по прихоти какой-то корпорации. Это ваши проблемы, а не мои. У меня нет времени на бессмысленные переговоры. Похоже, ты осведомлен о цели моего визита. Очевидно, придется донести до тебя мое решение иным способом. Понеслась, ребята. Мы деремся с великим экзорцистом всего мира. Посмотрим, на что он способен. Пока я ничего в нем отличного не вижу в этом Клаудио. Я бы сказал бы даже, как мешок говна для разминки. Он, по крайней мере, для меня в данный момент. Опа. Опа, прописал второй удар. Ух ты, третий. Слушай, по-моему, он разошелся. Надо его немножко утихомирить. Тихо, тихо. Что он делает? Ух ты. Слушайте, ребята, я могу так проиграть. Ёк, Ломанедос. Раздухарился-то. Так, слушай, сынок. Не пора ли тебе отдохнуть маленько-то, а? Отлично. Первый раунд за мной. Я тебе сейчас дам, асепт. Вот так вот. Шикарно. Ух ты, ребята, нельзя попасться ему под удар. Ай, нет. Смотрите, он в ярости. Сейчас сделает... Как там, на? Рейдж. Арт. И все, и будет мне... Финиш. Ё-моё, он... Он его прописывает. Хренов экзорцист. Такое ощущение, что он лучник какой-то, а не экзорцист. А, ну в принципе, да, он стрелки Сириуса же они. Так. Ну, последний удар, ребята, последний удар ему. Отдохни маленько. Как обычно, удар в шпагате. Ты... Ты выглядишь как человек, но обладаешь силой дьявола. Это так. Я действительно человек. Правда. Иначе дело обстоят с моим сыном Кадзуи. Это... Это дьявол. Ты всерьез намереваешься одолеть его? Теперь понимаешь, почему я настаивал. У нас с тобой одна цель. Не извернуть самого дьявола. Я вышел победителем. Увидишь, народ будет на нашей стороне. Ну, а я, ребята, на этом завершаю свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующей серии. Всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok .